Василий Валентинович Ермаков живёт в Красноармейском районе уже 45 лет. Сегодня с горностью показывает родное село. Отмечает, что стало намного чище. Были проблемы. Хотя вроде бы не сильно эти проблемы вылазили, но постоянно вот эти контейнера были переполнены. Но в связи с тем, что перешли на новую систему, это вовремя государство позаботилось об этом. Ну и мы сейчас увидели, давайте скажем, рай, благополучие в вывозе твёрдых бытовых отходов. Вот я сейчас вышел, меня жена попросила, выбросил пустые контейнера, хотя уже середина дня. В начале прошлого года региональный оператор выявил в Самарской области 532 населённых пункта, откуда ни разу не производился вывоз твёрдых коммунальных отходов. В том числе в сельских поселениях Красноармейского района. Вывоз ТКО был организован только в районном центре, в селе Красноармейском и в посёлке Любецком. Все остальные утилизировали мусор кто как может. Регоператор активно начал свою деятельность. И уже к августу месяцу практически повсеместно был организован так называемый поведёрный сбор твёрдых коммунальных отходов. И здесь мне бы хотелось отметить работу Красноармейской администрации. Она очень активно включилась в оформление, определение мест для накопления твёрдых коммунальных отходов. С октября районная администрация начала строительство контейнерных площадок. К концу декабря прошлого года практически весь район перешёл на централизованный сбор ТКО. Мы старались соответствовать не только с НИПом и нормам, всем санитарным правилам, но и учёту местных жителей, для удобства жителей. Чтобы каждый житель мог оценить эффективность нахождения вот этой площадки именно на этом месте. Мы на каждой улице проводили сходы, собирали людей и вместе обсуждали, вот будет на этом месте стоять площадка или не будет. Мы за прошедший год построили 26 контейнерных площадок, укомплектовали по три контейнера каждую. На 2020 год в планах у нас строительство 36 контейнерных площадок. Постоянно выводится, зачищается, жалоб от жителей и нареканий нет. На сегодняшний день уже удалось наладить систему вывоза ТКО более чем в 200 населённых пунктах Самарской области. Продолжение следует...